День пожилого человека. Его отмечают во всем мире в знак признания серьезной роли людей третьего возраста в обществе и отношения к ним со стороны окружающих. К сожалению, наши пенсионеры пока не могут позволить себе такую жизнь, как ведут американские или европейские бабушки и дедушки. Но 1 октября для них тоже особенный день. Всех поздравляю с праздником. В личном я отношусь немного к сожалению. Особенно, когда говорят, что день пожилого человека. Но в Кишиневе говорили, что день мудрого человека. Поэтому это больше подходит и больше радует. Весь земной шар отмечает этот день. День пожилого человека. Ну, как-то с этим словом как-то не соглашается. Пожилой человек нет. Ну, люди преклонного возраста. Ну, люди мудрые. Люди, пережившие голод, холод, войну. Люди, которые построили нам эту жизнь. Для меня уже можно сказать, что ежедневно праздник. Об этом мы понимаем, это самое прекрасное. Но, безусловно, очень и очень рад, что я сегодня нахожусь еще в ряд с молодым поколением. И хочу сказать большое спасибо за это. Вчера, 30 сентября, у меня день рождения. Этот день вчера и сегодня. Я могу сказать, что для меня это большая радость, что это большие праздники. В Басарабяске около двух тысяч пенсионеров. Всех их собрать за одним столом было бы нереально. Но более 100 человек старше 75 лет, в основном одиноких, было приглашено в столовую общества слепых на праздничный обед по случаю Дня пожилых людей. Среди приглашенных был и один из старейших жителей города Василий Евьян. Несмотря на свои 93 года, он возле базара торгует вениками. Живет сам. И дай Бог ему еще долгие, долгие годы. Желаю всем здоровья и горитам, ветеранам войны, пенсионерам. Праздник для пожилых горожан организовал Совет ветеранов при финансовой поддержке Примарии и одного из политформирований. В первую очередь собравшихся поприветствовали руководители местной администрации. Примар, который вынужден был уехать по делам в Кишинев, по телефону. Вице-примар и секретарь горсовета лично. Я не знаю, какими мерками можно измерить то, что сделали вы. Естественно, центральные власти не сделали все для того, чтобы вы себя уютно и комфортно чувствовали в нашей республике. Но и местные органы власти, видимо, не сделали все достаточно для того, чтобы вам было удобно и хорошо. Поэтому мы перед вами в долгу и мы постараемся потихоньку исправляться. Я хотел бы, чтобы государство наше повернулось лицом к вам и наконец-то поверили, что на те нищенские пенсии, которые вам платят, невозможно на них жить. Ко мне каждый день приходят люди и мне просто, я не знаю, как уступить, как этим людям сказать. И понимаешь прекрасно, что не заслужили они этой жизни, они заслужили большего. Сами пенсионеры тоже признали, что рассчитывали на более обеспеченную старость. Увеличиваются тарифы, цены растут, а пенсии нет. Сперва должно опережать зарплатой пенсии, а потом, ну пока, что имеем, то имеем. Политика нашего государства не обеспечивает нам спокойную старость и уверенность в нашей стране. Та обстановка, которая сейчас находится, наша страна, она настораживает нас, чтобы у нас не повторился украинский вариант и не было оранжевой революции или Киевского Майдана. Поэтому удачи им тем, что на площади, мудрости, здоровья. И уже, коль идете вы к цели, добивайтесь, но только мирным путем. Тем не менее, праздник есть праздник. А какое застолье без песни? Позитивное настроение гостям обеспечивали артисты городского дома культуры и ансамбль ветеранов железнодорожного транспорта. Позитивное настроение гостям обеспечивали артисты городского дома. Позитивное настроение гостям обеспечивали артисты городского дома.